Копал яму под виноград, а раскопал человеческую могилу. В тот день Анатолий Князев на своём дачном участке в Загоринах занимался традиционными весенними хлопотами. Дача в распоряжении его семьи с 90-х. Как родивый хозяин, каждый кусочек своей земли знает вдоль и поперёк. Нетронутым оставался только этот участок, который граничит соседним. Лопата наткнулась на что-то твёрдое. Поначалу думал, строительный мусор. Оказалось, и слевший сапог, из голенища которого выпала человеческая кость. О страшной находке Анатолий Геннадьевич сообщил соседям. Те вначале не поверили, ведь это было первое апреля. «Я решил посадить ещё несколько кустов винограда у себя на даче. Приблизительно где-то на глубине 60 сантиметров. Смотрел, что-то чёрное. Лопатой подделал, выбросил, подошла сапога. Подумал, вначале мысль была, что это строительный мусор. Потом опять лопатой и голенища. Я его выбрасываю, он вылетел на поверхность и раскрылся, и выпала кость. Стало понятно, что это захоронение. Это было первое апреля, так получилось, суббота. Я пошёл к соседям, говорю, ну так и так копал, нашёл труп. Идёмте, посмотрите, посоветуйте, что было. На меня соседи посмотрели, подумали, что я шучу. Потом пришли и смотрят, действительно так». Дачники позвонили в милицию. Дальнейшие раскопки проводились под контролем правоохранителей. В итоге обнаружили все фрагменты скелета человека. Экспертиза установила останкам более 70 лет. «В производстве Мозырского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь находится материал проверки по факту обнаружения костных останков человека. Так, 1 апреля текущего года житель города Мозыря, находясь на территории дачного участка, расположенного в Садовочком товариществе, нефтеперерабочек, близи деревни Загорины Мозырского района, в ходе раскопки траншея для посадки винограда, обнаружил фрагменты старого сапога с частями костей». О данном факте мужчина сообщил в Мозырске РУВД. По прибытию в следственную оперативную группу были продолжены раскопки, в ходе которых извлечено множество костей скелета, которые в дальнейшем были переданы для проведения медико-криминалистической экспертизы. На месте деревни Загорины во время Великой Отечественной базировалась одну из подразделений солдат вермахта. В конце войны в этом районе шли кровопролитные бои за освобождение Мозыря. Чей боец и боец ли, установить сейчас сложно. Можно только предполагать. Сохранились кости, часть сапог, труха деревянного гроба. Ни солдатского жетона, ни одной металлической пуговицы. «Остается только предполагать, увидеть фотографии, посмотреть. И те наши кавалеристы, которые освобождали Загорины, они вышли через Загорины к железнодорожной станции Мозырь. Была их задача, и поэтому в районе деревни Загорины, в районе деревни Прутка, хомячки, там 3-4 дня шли тяжелые бои. Потому что немцы, пытаясь избежать окружения, выводили свои силы через железнодорожный мост. И часть немецкого гарнизона, который располагался в городе Мозырь, они отступали на Скрыгалов и на Петриков по этой дороге. И немцы здесь тоже оставили такие специальные заградительные отряды, небольшие группы, которые сдерживали наступление наших войск. Но именно Загорины брали наши кавалеристы». Как говорят сами местные жители, находки времен войны в Загоринах случаются. Попадались гильзы, каски. Но эта находка сейчас местная сенсация. «Вот здесь, где моя дача была, здесь проходил, где мы с вами сейчас стоим, капонир был. Немцы закатывали орудия, чтобы обстреливать реку Припять. Тут прямая видимость два русла Припяти. И хорошо видна железная дорога Калинковича и Луниус». И они контролировали это стратегически. Это было очень удобное место. Также рассказывали, что здесь где-то в конце 70-х, когда разбивали участок, здесь все было в траншеях, какие-то воронки, какие-то канавы, которые остались со времен освобождения Мозыря. Переходили люди рассказывать, что 20 лет назад, когда здесь было достаточно активное строительство подсобных помещений. Один человек рассказал, говорит, у меня на участке копал яму, копаю, высыпаются гильзы стрелянные, копаю, высыпаются гильзы. В принципе, вся белорусская земля – это музей Великой Отечественной с десятками тысяч экспонатов. Они регулярно всплывают, не давая забыть о тех страшных годах. Останки неизвестного человека после экспертизы будут вновь преданы земле, предназначенном для этого месте. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь.